В воинских частях московского округа, где проводятся студенческие учебные сборы, начались проверки. Специальная комиссия оценивает материально-техническое обеспечение частей, а также порядок проведения занятий. Затем, как проходит подготовка будущих лейтенантов знаменитой Кантемировской дивизии, наблюдала Анастасия Пак. На указанные огневые позиции, бой! Двести восемьдесят студентов из института стали и сплавов целый месяц будут проходить сборы на базе Кантемировской дивизии. За ворота КПП выйдут офицеры запаса, командиры мотострелковых, танковых и артиллерийских взводов. Эти молодые люди автомат держат первый раз в жизни. До этих сборов студенты-четверокурсники изучали армейское дело только по учебникам на военной кафедре своего института. В условиях аудитории не можем подготовить высококвалифицированного офицера. Поэтому, выезжая сюда, мы отрабатываем все практические вопросы, которые у нас по программе положены. Левый. Восемь. Это выстрел на двойку. Норматив 25 баллов. Компьютерную мышку этим рукам держать привычнее, чем пистолет Макарова. Солдаты-срочники подтрунивают. Пришли в армию очкарики и ботаники. Монитор компьютера смотреть привычнее. Да и происходящее на экране так похоже на игру. Только операция в пустыне – это далеко не компьютерная стратегия, а очередной этап учений. В танках-тренажерах условия работы один в один, как в настоящей боевой машине. Экипаж находится, конечно, не в комфортных условиях. Это не Рено и не Мерседес. Именно почувствовать мощь в своих руках, именно управление подобной махиной, наверное, это самое сложное. Всего 4 километра трассы могут стать непреодолимым препятствием для студента, который впервые сел за штурвал настоящего танка. Почти 50 тонн железа и 1200 лошадиных сил. Максимально разрешенная скорость – 25 километров в час. Студенты говорят, если преодолеть волнение, танком управлять гораздо легче, чем автомобилем. Если машина, у нее есть руль и у нее есть передняя ось, у танка есть две гусеницы. Одна стопорится, и он разворачивается на месте. Это первое. Во-вторых, когда пользуешься танком, ты нажимаешь тормоз, у нее гусеницы стопорятся, и он скапывается мгновенно. В-третьих, единственное, что мне не понравилось, это мой рост. Танк создан для более низких людей, поэтому сидишь в танке очень пригнувшись. Но при этом все нормально, и, не знаю, мне понравилось водить танк. Сейчас в частях Московского военного округа проходит практическую подготовку около 600 студентов военных кафедр. Через две недели они сдадут последние экзамены и примут присягу. Звание лейтенантов они получат в следующем году вместе с дипломами о высшем гражданском образовании. Анастасия Пак, Игорь Коровкин и Сергей Доманин. Телеканал «Звезда» Московская область. Нарфаминск.